Тамбов в цвету – конкурс традиционный и проходит уже в 15-й раз. Весь август будет работать городская комиссия, просматривать территории участников и выставлять оценки. Всего 5 номинаций. В них заявлены территории многоквартирных домов, жители частного сектора, образовательные учреждения и предприятия различных организационно-правовых форм. По словам организаторов, Тамбов в цвету с самого начала полюбился горожанам. Конечно, горожане подходят с любовью к тем территориям, на которых они высаживают растения, различные виды, и многолетники, и однолетники, и деревья, и кустарники. И все они это делают в первую очередь для себя и для своих соседей, чтобы порадовать и хорошее настроение создать по всему городу. В первый день на оценку комиссии представили свои клумбы 11 многоквартирных домов. В их числе и дом на Мичуринской 213 Г. Вместе со старшей по дому Марина Соломатина занимается цветниками уже третий год. Здесь в основном многолетние растения, кустарники и злаки. Марина уже принимала участие в конкурсе Тамбов в цвету. В прошлом году их работа заняла второе место. По профессии Марина художник. Ну, знаете, я рисую картины, в данный момент нахожусь в декретном отпуске. Ну, конечно, захотелось, так сказать, создать живую картину для того, чтобы не только один-два человека могли наслаждаться красотой, но и вообще все жители. Потому что реально, когда здесь проходят жители, наслаждаются живой красотой, которая меняется постоянно. Начиная с весны у нас цветут гвоздики, потом зацветают кустарники. Кстати, из-за того, что растения многолетние, особого ухода они не требуют. Нужно только поливать и иногда пропалывать. Сейчас Марина думает над тем, как размножить растения одного вида. Потому что для красивой экспозиции нужно большое количество растений одного типа. Иначе будет слишком пестро. Содержать такую красоту достаточно затратно. Для примера, саженец шелковицы стоит порядка двух с половиной тысяч рублей. Но помогают соседи. Кто-то финансово, а кто-то жертвует саженцы собственной теплицы. Итоги конкурса огласят в конце сентября на торжественной церемонии награждения. Победители за первое, второе и третье место в своих номинациях получат премии, памятные подарки и дипломы администрации города. Вместе с ними активные участники, занявшие четвертое место, получат памятные подарки и дипломы. Полина Болотова, Олег Осипов, Ольга Кириллова. Область новостей.